Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. Это программа «Послесловие». В России набирают популярность онлайн-игры с добавленной реальностью. Стоит ли их опасаться? Сегодня обсудим в прямом эфире с клиническим психологом Анжеликой Дихарь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы также можете присоединиться к нашей беседе. Задавайте свои вопросы по телефону 222-0041, абонент «Послесловие». Итак, Анжелика Викторовна, ну в чем, на Ваш взгляд, феномен вот этой новой появившейся онлайн-игры? Почему люди так заинтересовались этим? Ну, существуют давно такие игры, допустим, казаки-разбойники, да, или вариант, допустим, тепло и холодно. То есть, в принципе, на нашем таком генетическом уровне это вариант уже достаточно известных игр, когда люди занимаются какой-то такой деятельностью коллективной, разыскивая какие-то либо спрятанные предметы, либо какие-то группы, да, для того, чтобы провести приятное время. Поэтому, скорее всего, одна из причин, почему вот так активно эта игра сейчас становится интересной, да, для людей, заключается именно вот в этом. Ну, вообще, если говорить о том, что в целом, в общем, это все-таки такое зомбирование или это невинная шалость, что называется? Ну, вот люди побежали, побегали, все вместе поиграли. Дело в том, что если мы говорим о приятном времяпровождении, когда это не является какой-то навязчивостью, да, то это, в принципе, нормально. Сейчас идет век компьютерной технологии и, естественно, то, что было когда-то в режиме обычной коммуникации, обычной детской игры или, допустим, игролители с детьми, сейчас это выходит на новый какой-то уровень, формат. И, в принципе, если это именно идет адекватный такой момент взаимодействия людей, которым просто хочется отдохнуть совместно, это нормально. Ну, вообще, вот вы чувствуете, даже сами, вот, даже не как, вот, врач, да, так сказать, а вот просто как пользователь, что виртуальность проникает в реальную жизнь? Да, естественно. Но, опять же, повторяю еще раз. Допустим, если мы получали какую-то информацию, раньше получали ее от книг, да, то есть это был момент, который захватывал всю семью, книги прятались друг от друга, книги передавались друг другу, да. Сейчас немножечко другая тема, и люди читают электронные книги, но не их читают, да, люди раньше писали письма, а сейчас они пишут в электронном формате. То есть это просто другая форма. Знаете, есть такое понятие, да, что сам предмет, он не может быть плохим. Если, допустим, мы по телевизору смотрим какую-то передачу, допустим, связанную с историей страны, с какая-то интересная постановка спектакля, какая-то другая развивающая, допустим, школьная программа для детей или сказка, да, телевизор хороший или плох. Если мы смотрим, допустим, телевизор, по которому идет насилие, по которому передают какие-то варианты, связанные с войнами, с чем-то еще, это телевизор хороший или плох. То есть все зависит от того, как использовать это средство. То есть вопрос отношения, а не факта, как действительности. Но вообще так ли все плохо? Ведь эта игрушка на самом-то деле заставляет людей во многом встать, наверное, с дивана и куда-то побежать, что-то поделать. Причем, что там эти уровни игры зависят от того, что нужно и пробежать определенное количество, даже километров, да? Вот в этом смысле не есть ли здравое такое зерно? Да. То есть если мы говорим о том, что это схема, которая помогает узнать, допустим, лучше наш город. Зачастую не секрет, что многие горожане банально не знают микрон, в котором они живут, не говоря уже о том, чтобы сам город. не знают истории, допустим, своего города и таким образом не знают, поэтому, где какие здания исторически находятся. Если смотреть с этого ракурса, да, конечно, достаточно интересно. Но вы в практике часто сталкиваетесь вот со случаями виртуальной зависимости? Вы знаете, ситуация заключается вот в чем. Когда был бум, да, только начиналась, допустим, наркотическая зависимость, да, это было повально. То есть я работаю в медицине около 19-20 лет. И вот все вот эти этапы зависимости, начиная с алкогольной, которая изначально была достаточно активной и базовой, пожалуй, основной. Потом зависимость связана с террорическими какими-то веществами. Потом был период, когда был очень активен игровой формат зависимости. И постепенно каждая вот эта зависимость, она, как бы, снисходит на нет и становится какой-то для нас привычной и не очень, пожалуй, заметной. Так вот, если мы говорим про момент, связанный с игровой зависимостью, связанное с походами, например, там, где есть игровые автоматы, это одно. Когда мы говорим про связанное уже с сидением дома у компьютеров, совершенно другая тема. И вот люди, которые сидят дома, на самом деле, это люди, я бы сказала, уцейдеры, да, которые просто по какой-то причине не могут найти свои места в этом социуме. Они имеют адекватно общаться. И, к сожалению, отходя от привычных форматов взаимодействия, они становятся атоминизированными. То есть побег в другую реальность? В другую реальность, да. То есть они появляются у специалистов, когда их привод уже озабоченный, их полностью таким абстрагированием от окружающего мира близкие люди. Это уже такие тяжелые случаи, получается, да? Да, вот. И, в общем-то, у этих людей все в порядке. Они считают себя совершенно нормальными, совершенно адекватными. И убить их в этом, и таким образом, прийти специалисту сотруднительно. Вот телезритель спрашивает, не могу своего ребенка оторвать от телефона, от этих онлайн-игрушек. Что делать? Вообще вот какие-то общие, так сказать... А сколько лет ребенку? Ну, здесь, я так понимаю, 9-11, видимо, лет. Дети 11 лет. Да, то есть так называемый аттентный период, когда, в общем-то, дети должны, действительно, именно должны, в рамках нормы их развития коммуницироваться с верстниками. В основном это именно игры, вот в том числе такие подвижные, когда дети занимаются спортом, когда дети бегают, играют какие-то игры. Здесь попробовать увлечь, может быть, каким-то... Вот в данном возрасте уже, да, дети ориентированы на все-таки личности. Мы попробуем просто увлечь ребенка каким-то специалистом, в какой-то секции, например. То есть именно повести на специалиста. Просто вариант, допустим, пойдем, позанимаемся каратэ, боксом, это не работает. Если это будет человек, который умеет адекватно общаться, да, по чешский фактор, адекватно общаться с ребенком, то, в принципе, увлечь ребенка можно будет и переключить. То есть его в социум нужно? Да, конечно, конечно. Вообще, на ваше мнение, вот родители ответственны вообще в данном вопросе? Однозначно. Очень важный момент связан с тем, опять же, в каком ракурсе давать информацию с ТВ, с компьютеров, с телефонов и прочих гаджетов. Дело в том, что если это будет именно, опять же, как некий порционный момент, да, когда родители, допустим, говорят, ну, вот сегодня, допустим, там, два раза поиграешь в компьютер, допустим, такую-то игру по полчаса, после этого, допустим, ты делаешь только-то уроки, да, а после этого гуляешь с собакой, девочке домашние дела. Вот это будет тот вариант, который наиболее является адекватным. Потому что все-таки родители организуют вектор мышления ребенка. И очень важно структурировать его время, в том числе и в плане компьютерных технологий. А для взрослых это дело руки самих? Ну, естественно, но, опять же, очень часто психотермирующие события приводят к тому, что люди закрываются, да, кто-то уходит в бутылку, кто-то уходит в работу, да, кто-то уходит в компьютер. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня клинический психолог Анжелика Дихарь. Спасибо вам большое. Всего доброго. Благодарю. Спасибо.